Аминь и спаси Христос. Аминь и спаси Христос. И сегодня то же самое. Почему? А Господь наградил человека одним даром, через который он погибает. Свобода. Аминь и спаси Христос. 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 А вот это плохо. Вот это поэма Нацина Семёна Яковлевича «Христианка». Как её допрашивал христианку прокурор. Альбин говорит. И вдруг, когда её уже на арену выводить, он предстал перед ними. О, Рим, и я христианин! Избирь прижался, говорит. Ну, последний прожёг. И кровь палая блеснула на арене. А многие ли сегодня прокуроры обратятся и будут так, поддерживают того, кого в армию берут? А многие ли засвидетельствуют о Христе? Вот у нас тут один взятый, и как будто благополучно. Он заранее подал документы, но тоже слабенький. Молиться надо, чтобы Бог выправил его. Дал духовное рождение, истинное. Но пока Господь милует, где-то там без винтовки обошёлся. Так что, вот, дорогой брат, в этой обстановке и у вас в храме. Начинайте работать. Я уж не говорю создать общину. Вы видели у нас маленькие общины, но вы видели какой порядок. Как стоят, как люди молятся, как к священник относятся. Но это можно создать, пока ни один не создал, никто. Вот вы сейчас все вместе договоритесь, но ни в одном месте живёте. И чтобы был священник. Я заранее могу сказать, что это очень непросто. А вот если вместе мы дособираемся и людей приглашаем. Вот я когда вёл занятия в университете, тут самая большая река к нам текла. За один год сразу 26 человек крещения приняли. А где они теперь? Кто-то переехал, кто-то женился, уехал, замуж вышло. Кто-то умер. А кто-то всех-то подался. Из 26, может, два и осталось. Вот так. Спасибо, Христос, Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович, можно вопрос? Да, конечно, можно. Я вот своей подруге начала благовествовать, своей близкой подруге. И она какое-то время слушала, а потом она говорит, ты мне рассказываешь про какого-то Христа, которому очень сложно прийти, подойти. Христос не такой, Он только любовь, Он у меня в душе. И из-за таких христиан, которые, ну вот так говорят, как ты, я сняла крестик и больше в церковь не собираюсь ходить. Ты сначала изучи всё Евангелие полностью, а потом проповедуй. Вот она меня обвиняет, что она теперь с этим совсем, ну я виновата в том, что она теперь больше не будет ходить в храм. И как мне теперь к этому относиться? Никак, они не ходят, потому что нет веры. А вы при чём? Вы говорили, делали правильно. А она лишь бы зацепился из себя этот груз, что она виновна, сбросила на другого. Ну придёт время, когда глаза закроются, и ты увидишь, каждый отвечает сам за себя. Мы говорили ей, она не хотела идти путём Христом, и Христоса начинает не такой. И надо говорить, когда всё узнаешь, этого нету. Если с тобой Христос был три часа, как с бесноватым, и говорит, иди домой, домашнего возвести, а он пошёл по всему городу говорить. Бесноватый, вообще он ничего не знает, как будто родился, и то не семинарию кончать, а иди и говори. Вот что нужно делать. Вы сделали всё абсолютно правильно. Так что молитесь и благодарите Бога, что вас Бог вразумил на это. А она должна была отойти. Ну ещё, людей много. Кто-то примет, кто-то нет. А иные, говорит, побили ей, говорит, голову пробили, когда за виноградом пришли. Христос такие притчи говорил. Послал сына, они и сына убили. А он думал, что вы стыдятся, начнут отдавать дары, которые выросли. Нет. Тогда вы поймёте, как быть христианином у нас совсем нелегко. У меня стихотворение такое есть. Если желаете, я вам сброшу. Хорошо. Ну а как мне теперь вот с ней общаться вообще? Она всё постоянно на меня вину теперь начинает перекладывать, что я виновата во всём, вообще во всём. Как же мне с ней дальше общаться? Никак. Просто никак. Головой кивни и даже не здоровайся. Чтобы она поняла, что она потеряла. Она потеряла самый драгоценный живой источник, свидетельствующий о любви Божией. Не переживайте ни грамма. Только молитесь дома и всё. Спасибо. Это написано такое, что едущий мой хлеб поднял на меня пету. Там 46-й псалом. И всё. Когда она по-настоящему будет, скажет, тогда по-новому будем знакомиться. Я христианка. И сразу ей говори. Ни грамма и не ходи к ней, и не разговаривай. Чтобы она поняла. После первого-второго разумления, он говорит, отойди. Они самоосуждены, как еретики. Всё, поняла. Игорь Тихович, а вы рассказывали, что вы когда сидели, и с вами сидел человек, и вы там, ну, Библию читали. Но он что-то сказал там против Библии, и вы закрыли навсегда и больше уже ни разу ему ничего не говорили. Расскажите про этот случай. Это было в Барнауле, СИЗО, 18-й дроп-1, канатная 81, где находится. Ну, меня подвели, когда говорят, какая камера-то, ну, видно, раз меня КГБ арестовало, и не просто, а МГБ, Московское КГБ, дало оказание меня арестовать. Ну, а Мешное тут уже делали, как положено. И они, вот он ведёт меня, ну, куда тебя девать-то здесь? Я говорю, да где-то бока меньше. Кто ж так разговаривает, тебя сунут туда, не слушаешь, пресс-хата, тебя изнасилуют там. Здесь нет. Уриеновский Владимир Александрович, замполит, ведёт меня. Так, вот эта вот камера. Так, дежурный, подойди, кто у тебя здесь? Посмотрел, она пустая. Да здесь один директор Мамонтовского района, главный рыбок Алтайского края, у которого космонавты, первая секретарь, там все были. К нему рефрижераторы шли с Дальнего Востока, с Прибалтики, настоящий работник. Это я про то время говорю. И вот он теперь арестованный сидит. Ну, говорит, ему тут хорошо будет, один много там не намешает. Я вот с ним был, а потом к нам посадили преподавателя аэродинамики второго набора космонавтов. Из Москвы. Лозен Анатолий Максимович. Нашу камеру называли камерой академиков. Ну, я говорил, свидетельствовал, а он что-то сказал. Владимир Митрофанович Сивер, это директор Мамонтовского рыбокомбината. Я говорю, вы будете жалеть об этом, я больше вам говорить не буду. Да и не нужно. День проходит, а у нас кукота, ему 14 лет просит директор, этот, прокурор, краевой там видно. Ну и все. Потом он давай просит, да ладно, я уже больше его ста не открыл. Кому-то я буду говорить, говорить так, чтобы вы едва слышали. Ему был это сильный удар. И когда он освободился, а мы за него ходатайствовали, я первый пришел домой. С женой его Ниной Ивановной познакомился. Я говорю, а как мы с вами познакомились? Как? Я лежала в реанимации. В больнице. И вас запустили. Я лежала без спать, глаза открыл, и гряжу возле меня что-то такое волосатое. С бородой, может, и безбородой-то. Ну и дальше говорили. Она поехала в Москву когда, я же попутно сказать-то, ходатайствует за мужа. Мы дали ей адрес, куда заехать. Там аж ей люди, ей деньгами помогли. Она все удивлялась. Первый раз меня видят, и как будто я всю жизнь там жила. Вот это свидетельство. Оно ее тронуло. Ну вот этот человек, он смотрит, как я молюсь. Я молюсь и кланяюсь. А он всю неделю в суде его ввозит, привозит. А субботу-воскресенье он здесь. И на субботу-воскресенье у него ничего нет. Он лежит и на меня смотрит, а я кланяюсь. Ой, такого дурака сроду не видал. День и ночь молится, головой машет, как лошадь в жару. А лошадь в жару отмахивается от паутов. Она же рукой не может, и их нет. Ладно, ну я возьми да и скажи ему. Ну раз в одно место нас свели, Владимир Митропанович, ну как-то потерпите. Ну я не молиться не могу, надо молиться. Ну обычно, когда в камере кого-то избивают, то он стучится в двери, ну и сразу бегут. То есть убивают его. И называется выломился. А если он выломился, будет известно, куда, в какую хату, то есть какую камеру посадили. И там о нем все будут знать. Он будет бегать все время, и там бить его будут. И, говорит, поставить на лыжи, который бежит. Он на прогулку выводит на крышу. А там на крыше такие же сооружения, как камера, сверху открыто, но крупная решетка там в палец, толщина, и сверху часовой ходит. Ну и когда вели, один говорит, ну что, Север, директор, тебе дали тут клиента-то, теперь тебе легче, легче, с ума сойти можно. Я просить тебя буду, то есть добровольно будет ломиться из хаты директор. До того смешно было. Ну тут обстановка как-то изменилась, и я другим свидетельствую, он что-то слышал. А когда освободился, он приезжал в Потеряевку. Потеряевку. И до этого рассказывал, у него там бывали разные прокуроры, главы, вот какого-то у одного сына взяли за изнасилование. А вон там директор какого-то большого завода где-то. Ну и здесь пригласили прокурора, и прокурора угощают, а потом, говорит, на охоту, на рыбалку. И прокурор спрашивает, ну меня зачем вызвали-то где-то? Ну понятно, не зря кормят-то. Да у меня сына арестовали. Срок. Ну, если ты, прокурор, нажми какую-нибудь кнопку-то, его выпустят. Вот, и там, говорит, разговаривали про меня, он говорит, я вас не знал. Ну а когда прокурор стал говорить, в то время-то ни интернета не было, ничего. Ну это что, первый арест был в 80-м году, но я уже насчитал архипелаг ГУЛАГ, Библию, златоустые жития, на катушке. Общая продолжительность, которую я насчитал, две с половиной тысячи часов. Это не считать, а начитать. С выражением. Кое-что сохранилось, кроме Библии, Библии, заново пришлось архипелаг ГУЛАГ, заново пересчитывать. Вот я все, что могу сказать. Да, я говорил, ему не надо, я больше никогда не говорю. Все. Это трогает человека. Он многое потерял, но теперь осмыслил. Вот и все. Игнатий Тихонович, мир вам. Вопрос такой. Есть человек, у него мать с отцом, отец-наркоман бывший, ну сейчас очень сильно пьет, мать тоже пьет. Он в храм ходит, ну посещает храм и стремится к Богу. А они ему звонят и постоянно его искушают на то, что убьют себя, повешиваются там. И там маленький у него, ну один брат, ему 10 лет, они говорят, вот он будет на тебе. То есть он не может трубки эти не брать. И получается, что он не может к ним любовь проявлять, пятую заповедь исполнять. Вот как быть в этой ситуации? Как вот, ну, каким образом вообще вести ему себя? И слушать это уже любовь. То есть он ими не потворствует, это уже любовь. Если бы он с ними во всем соглашался, это означает по-мирски хорошо, а по-божьему он проваливался в яму вместе с ними. Вот такой-то человек у нас был, принял крещение, а там у него баптисты. Ну и он с самого малого началось, с одежды жены. Вот эта вот любовь к женщине, то другое, это очень опасное явление. Ты должен быть спокойный. Я как-то видел молодые невесты и стоят мусульмане. И она его обхватила, а он стоит, смотрит кверху, голову не повернула. А у нас сидят, стоят, слепятся, как будто бы они на кровати. Вот он и с ними не слепляется. А то тот слушал, и все, то детей им отвезет, а они там вставляют. У меня одна известная такая православная, а детей, а муж никакой. Но она была когда-то баптистской. И она детей к баптистам возила занять. У нас занятия идут, а возила туда, и все, детей нету. Зато муж, который сделался гонителем-то, он доволен остался, все. Надо же все разложить. Божье человечество, кому угождаешь? Не можете служить Богу и мамоне. Не можете служить мирским людям и Богу. Он должен, человек этот, разграничить, показать, где-то старшим младшим как-то ведут и так говорят многое. Считай, девятое блаженство. Имя ваше понесут, как неугодное сыну человеку. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небе. Вот и все. Все на этом. Какой-то Сергий вошел в группу и пишет на своем на украинском языке. Я ему ответил, что скорее всего ты знаешь русский язык, общайся на русском языке. Следом вышло его пожелание молиться и опять же на украинском языке, на украинском языке и там чувствуется значит дух злобы и ненависти к русским и прославление себя. Вот что делать в такой ситуации? То ли его заблокировать? Я помолился за него, конечно. Сергий это может быть Игнатов. Он хороший человек, все, ну вот такое дело. Это одно дело. Ты можешь вставить тут бывает механический перевод. Все, потерпи. Человек попал в эту беду. Там ему нравятся те люди, которые там. Кто они? Насысты, фашисты, бандеровцы. Об этом никогда не говори. Говори о Боге спокойно. Он мне все время пишет. Он был потеряем несколько раз. Повторяю, он очень хороший человек. Ну вот здесь не пободрствовал, а по-другому ему нельзя, если он будет говорить против. А ему не надо на эту тему говорить ничего. Славь Бога! А который второй там говорит, уже в другом тоне, заблокируй его и все. И разговор окончен. все. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Он неисправим. Ну раз он уже против гонит и русских ненавидит. И зачем ему тебе? А ты русский человек. Пусть мин. Да. Отец, приветствую тебя. Добрый день, отец Наум. Да. Вот у меня вопрос. Я там готовил беседу с егаристами. И вот у нас такая беседа была. И вот я здесь ну такое значит зачитаю это место писания. Значит иудеи схватили камень чтобы побить его из Христа. Иисус отвечал им много добрых дел дел показал я вам от отца моего за который из них хотите побить меня камнями. Иудеи отвечали в ответ не за добрые дела хотим побить тебя камнями но за богохульство за то что ты будучи человек делаю себя Богом. Я значит вот это сказал вот вот это пример значит Христос именно есть Бог доказывал да и вы тоже вот в этой группе вот хотел показать им Иисус отвечал им не написано ли в законе вашем я сказал вы боги я если он назвал богами тех которым было слово Божие и не может нарушиться писание вот вот это вот значит он отвечал им не написано ли в законе это Христос отвечал в законе вашем я сказал вы боги и вот да и 34 и 35 стих это 10 главы Иоанна если он назвал богами тех которым было слово Божие не может нарушиться писание вот вот эти два стиха здесь не написаны ли в законе я сказал вы боги если он назвал богами тех которым было слово Божие не может нарушиться писание ну и что вот это непонятно когда мусульмане говорят никогда себя богом не называл а вот это доказательство тринадцать тринадцать вы называете меня гост он евангелиотяна но я действительно то да так что они не правы да а нет а вот тридцать четвертый стих не написано ли в законе вашем я сказал вы боги с маленькой буквы боги у боги у боги маленькая буква стоит бог означает никому не подчиняешься начальник они начальники себя так показывают как будто они боги какие где-то на олимпе они там чуть дунул ветер ни одного и нету как мошкарая однодневка есть такой маленький насекомый он взлетает утром выперивается там из воды до вечера должны они уже снова отложить яйца и умирают все умирают вся поверхность воды засыпана им однодневки вот человек такой однодневка ага значит так нужно толковать это конечно это означает что вы что показывает он по писанию что богами называются и люди в том числе он говорит если вы если писание даже говорит называет их богами что вы на меня ополчаетесь ну да вот какой смысл то есть как будто для вас что-то что-то новое это вот качество божие когда брать такие он свободен ни перед тем не отчитывается он полномочен во всех направлениях он сказал так и есть и начальники многие они именно такие есть никому не подотчетны никого не слушают особенно там разные президенты и вот он сравнивает их таким ну это вот если у Добенгуру для них конечно бог потом добавляет конечно временный когда он там на скачках победил Юлий Бенгур ты бог временный вот и все да утешается ну сейчас понятно да у него поется господи такой такой дай ему то-то то-то и про меня не забудь припев делает опять то-то и дай им властвоваться всласть а потом и про меня не забудь да да все благодарю отец у меня вопрос к Вячеславу можно да слушаю да вот а Изавели ты сейчас говорил кому это ты говорил вот кто-то там к Изавели обратился что-то такое кому это ты говорил не понял как кому всем а всем да конечно всем однозначно а как кому я всем читал всем читал да все в этой ситуации находятся сегодня нет не все находятся все все выжил вы в России вы в Грузии все все это видят при любодеянии с миром у многих многих людей даже очень хороших ну вот это надо было раскрыть вот немножко учения ее так ко мне вопрос есть а то я отойду у меня тут много наплыв люди которым отвечать надо да за все благодарите написано за все особенно за то когда вас гонят когда поносят когда перейти с места на место с работы гоняют велика ваша награда на небесах это люди которые плетут тебе царский венок на голову так ну все тогда отошел благодарю всех так это вячеслав ты объяви о фауре что у вас есть счет на гладыщу объявлю объявлю а счет еленин знаете хорошо хорошо я спрашиваю елена гладыщук счет на который можно посылать у вас есть ну конечно есть на который она собирает туда никуда не надо отводить а потому что они фаур то здесь она прямо отсюда может взять и передать им конечно конечно поехать к ним на несколько дней где еще помочь но они уже там делают да действительно лучше всего на Елену она здешняя у меня даже по-моему есть самой Елены фаур счет я считал что у Елены все есть я уже тут кое-где говорю они когда приезжают фауры здесь будут может быть в воскресенье и сразу передать Елена Гладыщук мне сказала прямо сразу на Елену фауру делать ну значит делай как сказала Игнати Тихий чернышка выздоровела выздоровела она находится у нас в трапезе под поле с белым вместе а паря с этой чернявкой моей у нас вот рядом она здесь как хорошо слава Богу у нее ничего не оказалось не сломано ничего видимо она ушибла ее а трубу то полезла я сверху трубу закрыл а так как доски могли быть неплотные она могла в щель лапу насунуть вырваться не могла и растянула хорошо не сломанная спасибо Христа за заботу слава Христу аллилуйя да слава и дело я отхожу тогда никого нет да это видимо лучшее время было Геннадия Фаста когда он писал эти комментарии да сначала положил он в моей комнате я ему задание ушел на работу технич мир всем мир вам слышите слышу говорите я там в храме был и ну ребята уже у женщины детей своих заставляйте там и евангелие читали около храма а почему вы говорит заставляете их ну верить веровать скажем так вот скажите она они а я говорю а вы почему своих не заставляете учить библию они у вас бегают туда-сюда вот скажите таким людям что ответить которые говорят следующее что они когда вырастут они сами изберут свой путь хотя они каждое воскресенье их вводят в храм они причащаются надо это конкретно уже знать что человек умножается сказать что Господь будет судить по слову своему евангелие Татьяна 12.48 и все значит отсюда без любви ни один не войдет а любовь доказывается исполнением заповедей Господь любите меня соблюдите мои заповеди они даже не считают а не считая зато вы не знаете их а не зная вы нарушаете а нарушая вы погибаете и все от того что не считаете несколько таких моментов покажите и глядишь может сдвинется мы тоже выходили когда из храма но не в ограде подальше несколько шагов и тогда говорили находились новые души так вот все больше никого нет отхожу спасибо Игнатий Тихонович а вот тут я сейчас прочитал мы прочитали что Евангелие Тывана было написано после апокалипсиса у нас есть основания так считать какие-то что считать ну вот что Евангелие Тывана написано после апокалипсиса нет я тоже так считаю может быть во втором веке в начале такое может быть он умер во втором веке а Евангелие написал после смерти Христа 35 лет добавьте 33 35 68 в 68 году это лет на 30 раньше да 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 я тоже так думал я помню что 35 лет а тут написано после ну понятно это не на что не влияет просто знаем это оттуда где известно Евангелие от Матпея 5 лет Марка 7 Луки 15 Иоанна Креститель это богослово 35 это подтверждает кажется и профессор Марсенковский есть такое человеческое рассуждение было что якобы он сначала было ему показано а потом он написал что Бога не видел никто никогда но это если Духом Святым написано как мы верим то как можно это сюда прикладывать никак он был на острове и в это время там писал чего бы он откладывал то я вот веду дневники дневники веду я не знаю сколько лет но больше чем 70 лет и в тюрьме и в больнице у меня дневник непрерывно идет и бывает иногда тут закрутишься нету два дня пройдет и не припомнишь что же было это два дня назад как бы где-то что-то такое а то идет каждый день почти одинаково а были именно приезжали такие оттуда вот оттуда вон что а то вспомнил я в этот день первый раз такое было надо написать и показать у меня вопрос я ходил к Кириллу Сахарову забрать свидетельство о крещении романов роликов он просил ну и там меня на трапезу позвали и проповедь я до этого послушал ну думаю ролик выпустить но боюсь отношения с ним можно попортить потому что там духовного я вообще ничего не увидел ноль ну спроси разрешение я когда был никогда не спрашивал все снимал и все выставлял но он меня сразу переодевает там стихарь и там вы видели я в храме у него проповедую был один раз готовился к проповеди так я сижу не пишу а мысленно ну и перед самым богослужением решил вокруг храма обойти и вижу там такая как маленькая стела стоит я прочитал ее встал на колени у меня сразу же другая проповедь пришла что нужно сегодня вот это сказать я подожду когда он меня уже вызвал служба идет он в это время меня заводит в алтарь переодевает я ему это сказал он говорит это значит нам и надо как раз сегодня или такое у него в трапезной обедаем а у меня с собой человек Виктор Николаевич Савченко или Николай Павлович Кручина а они снимают я ему прямо задаю вопрос кто писал у вас на стене вот такие как у нас выдержки из Святой Библии напечатали кто-то я говорю смотрите семь есть и ни одной без ошибки нету на семи местах у вас выставлено и везде ошибки я не сравнил с Библией я на память сравниваю он сразу же про это сказал вот видите как исчезли люди а мы мы написали сами не замещаем даже самое интересное что я две ошибки нашел сегодня вот когда был но не сегодня там на выходных он переменил но дело в том что когда познакомились где-то Донской кажется монастырь был и он где-то там под колокольной людей собрали мы когда говорили а я возьми скажи сколько собралось двенадцать я говорю один из вас предаст меня а что такое я не знаю сказал и все ну и так и получилось а у него все люди проверенные оказались я стою молюсь когда утром шла литургия в это время подходит маленький такой человек он как со священник и он мне говорит а то вы вчера там были под колокольной такое говорили я вот так пальцы показал что разговаривать нельзя я не знаю кто он то ли настоятель или кто он мне потом сказал он чтобы больше этого не было прям прошипел вот так на меня чтобы больше не было я когда сказал Кириллу он говорит да не может быть он такой спокойный этот человек такой хороший а я сказал такое вы на кладбище а там бетонное сделание сверху как саркофаги и надписи на чугунных плитах кто умер и крест и они их сняли и пол заселили в храме и по нему ходят по кресту а это на это правило я сказал аноническое и я сказал людям а если это настоятель он-то выходит я там из-под колокольни его ткнул как же вы по крестам топчетесь-то и он мне подошел и вот это вот прямо-таки я отцу сказал Кириллу он не поверил даже и думаю так как так так ну и говорю как что вы никогда не знали что на крестах топтаться нельзя вы же не Киркоров сегодняшним если терминами пользоваться вот такое дело я в них выступаю а другой снимает мы все снимали везде и никогда не спрашивали чего ради спрашивать вам это не принадлежит храм божий ты божий я божий а у кого спрашивать я у Бога и спрашиваю и Господь мне не запрещает вот как эти детский лагерь были а вы у вас есть разрешение купаться я говорю как пруд божий вода божия дети божии я божий у кого спрашивать я у Бога спрашиваю они не знают чего отвечать радуйтесь и веселитесь ибо велика ваша награда на небесах я сегодня рассказываю на меня два дня особые нападки люди которые знают как на меня нападает под термином С.Д вот там Дудин Сергей а я им расшифровал как дьявол и сатана нападает и этот человек именно так и зашел С.Д дьявол зашел и все что в интернете есть против меня ролики он по одному все выставляет самых поганых все забирает а я ничего один раз только выставил википедии Игнатий Лапкин и больше не стал еще а вот Николай Астахов то делал когда там спас готовили против меня и составили вместе обратились они же не поставили а Дворкин все равно напал в следующий раз они отрабатывают С.Д дьяволу их и молитвы нет и вот здесь точно так же второй ролик за роликом мои структуры там где есть ресурсы они их переделывают и под моим именем ставят как будто бы во свете Библии Игнатий Лапкин открытым оком и мои ролики а там я не могу ничего делать только жалобу одна кнопка работает жалобу таких несколько в общей сложности кто-то не знаю подсказал где-то против меня в интернете выставлено примерно 260 роликов роликов это вместе Путин Медведев Патриарх Кирилл не получили столько награды а велика ваша награда на небесах радуйтесь и веселитесь я даже молиться не знаю за кого просто благодарю Бога а мне это нисколько не влияет вчера кто-то там вышел и ой этот Лапкин он в прелести а тут наши сразу выставили Игнатий Греченинов говорит человека без прелести нет на земле ни одного он прямо выставил ну и правда там книга какая что указана страница это выставила кажется Ирина Кондратьюк мне некогда об этом думать прелесть гордыня вот эти два слова это главный у них меч он такой поломанный некогда мне глупостями заниматься я сегодня только вот я встаю наши встают 4.40 а я встаю 3.20 ну в основном и да раньше и к 4.40 я не успеваю почту разобрать кому-то надо помолить где-то кто-то вопроса ищет я должен найти показать ему и ссылку сделать вот вчера я закончил окрещение я скинул всем ровно в три с половиной раза увеличилась тема окрещения там 64 страница обязательно посмотрите и там все выделено жирным курсивом и красным светом места из Библии и где-то увеличено легко считать и там я взял из своих дальше включил туда архиепископа Луку воина Ясенецкого и там его когда он предупреждение давал запрещение священникам кто не полно погружения он их запрещал прямо говорит это не крещение никакого перекрещивания нету человек обманутый был то есть у меня слово с ним сходится и я накопил за это время сколько и все вставил и Вячеслав говорит даже он тоже где-то там я не пометил нигде а то бы я пометил от кого это взято кинули на меня как крещение тоже вставил большой материал очень большой 136 свидетельств к Крестному Православию там 60 страница книги а тут я добавил просчитал по страницам ровно в три с половиной раза больше там все вопросы ответы по крещению которые мне в университетах задавали другое там что есть и о том кто восприемник и у меня там не было широко об этом сказано вот как вчера я закончил и уже ночью давай раскидывать всем долго искал Николая Астахова если вот я беру и мне надо там кого-то зарядить сразу будет если я зарядил кого-то меня сразу вырубают на перезагрузку идет идет и все в скайп и поэтому я ленту тяну и должен глазами найти где он этот Астахов или где-то кое-как нашел вот что делается не знаю как мне надо срочно кого-то найти и раз гладущих это глад она мне глад погладила выкинула я сижу жду когда перезарядка Вячеслав слышишь меня слышу и сейчас сейчас попробую зайти проверить да вот что это такое это мне главное быстро надо искать кому отвечать то а я не могу ответить я я вручную гоню гоню там 150 человек пройдет не нашел обратно пойду нашел я по одному иду смотрю у меня драгоценное время тратиться на поиски как только какого заряжу она сразу не дает даже выставить сразу меня перекидывает и пошла перезарядка перезарядка одного скайпа я на днях пытался найти как сделать общую рассылку в скайпе но так не нашел пока там есть какие-то приложения но боязно их ставить чтобы вам время экономить найти вот я еще астахова я не могу найти раньше было я заряжен выйдет а сейчас никак перезарядка только вручную астахова